приветствую вас в мастерской Светланы Розионовой это я передо вы видите сейчас на тюрьморской тоже собираюсь написать никаких учебных задач решать в этот раз не собираюсь поставила все что мне нравится соскучилась уже по букетам с цветами к сожалению сейчас они не так свободно как летом например и весной но их заменяют искусственным и вот все свои любимые я в один натюрморт цветы собрала и сейчас будут просто получать удовольствие присоединяйтесь красьте как хотите потому что хрань между плохо в нашем деле и хорошо она очень 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 тонкая поэтому надо просто получать удовольствие самого процесса красок у меня в этот раз на палитре большое количество есть желтая это кадмий красный кадмий охра есть даже бирюзовый ультрамарин и какая-то розовая ну и конечно умбра без умбра ленинградской куда никуда а даже хром зеленый там видите кучка лежит палитру я не чищу никогда есть такой у меня хрюшок поэтому не рухайтесь холст 50 на 70 не очень маленький размер поэтому мне не хватает даже мастерской видеть вам полностью обостановка вот как получится и то что я выгляделась первое это набросок набросок всего что я собираюсь измельцать хорошо было первое это набросок Продолжение следует... 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 Красок, который я вчера вам называла, он мне не приходилось, и приходилось только Умбра, Ленинградская и Сиена. Все остальное осталось на сегодня. А вот белый я до сих пор еще не видел. Довольно акварельно тоже, но так, чтобы краска не утекала. Я сейчас накидываю все цвета, которые я вижу. Все, что я там вижу, все должно обозначиться вот с одной палитрой. Обязательно эту стадию надо сделать сегодня, но завтра нельзя. Уже будет другая палитра. Уже будет другое состояние. Другое настроение. Очень захотелось в цветы. Ну, вообще, всегда начинаю с самых темных мест. Самые темные. Очень захотелось еще краплак. Как это я вчера без краплака тут хотела обойтись. А краплак мне захотелось взять, потому что зеленая без краплака вот нет той силы в тенях. И темно должно быть, и сложно, и через красное. Все. Так. 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 очень много холопах сейчас и вот это теплое эти первые прописи она конечно помогает силу звука цвета но естественно она не должны быть все замазаны смертно тушим не сильно пусто, не корпусно вот эти серые я буду мешать без черных это розовые, синие, зеленые те которые я буду использовать в живописи цветов сейчас без белима это может казаться излишне цветной но как только в руки попадут белима все станет на свои места для того чтобы сделать цвет чуть светлее оха цветная рефлексная все уже теплыми отражение теплее чем то что мы видим в реальности это касается и отражения воде и отражений серебряных подносов в серебряных подносах отражение везде темнее и теплее ну и теперь мне уже хочется взять бриев отражение в копировку отражение отражения отражение Если все белые сравнить, они все будут разные, чуть желтее, чуть синие, краснее. Каждый белый имеет свой оттенок и свыртун и, сравнивая их, легко увидеть цвет. И разницу, неожиданную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Сиена, которая оттуда сейчас какой-то показывается, усиливает звучание этого фиолетового и, конечно, никаким смешением краски не достичь того, что можно сделать с помощью вот таких дополнительных цветов, которые усиливают друг друга. Ну а теперь уже надо эти метелки откладывать, наружившись листью поменьше, заниматься тем же самым большими отношениями света и тени, но уже внутри отдельно взятой кружки, отдельно этого цветка и так далее. Спасибо. 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 О степени законченности можно тоже долго рассказывать, почему одни работы прописаны досконально какие-то, брошены на стадии вот такого живописного этюда, который у меня сейчас вышел. Но по целям и остановка там, где по требованию, вот какие были цели в данном этюде у меня. Получить счастье я получила сполна. Чувствуете? Я не хочу его ничем спугнуть. Даже более детальной проработкой цветов и предметов, которые населяют этот натюрморт. Я и вам желаю счастья в творчестве и прощаюсь на этом. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok